Точки соприкосновения Точки соприкосновения Комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа. Главным при составлении комплекта является использование характерных для народов той или иной нации кроем материалов, оттенков, орнаментов, декора и аксессуаров. Исторически сложилось, что каждая группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, имела свои традиции и обычаи, которые также проявлялись в манере одеваться. Каждая культура имеет уникальный путь развития и одновременно они имеют одинаковую ценность. Национальные реликвии создавались мастерами и сегодня это символы для того или иного народа. Это декоративные ткани, это орнаменты, дорогие камни, украшения, определяющие идентичность народа. Сегодня дизайнеры используют также этнографические элементы в собственных коллекциях. Это становится очень модно и в некоторых странах традиционные элементы включают в себя элементы, скажем, соседних стран и как бы получается такой определенный образ. Сейчас есть спрос на этнографические элементы в одежде. Каждый элемент приобретает символическую нагрузку, которая, если можно так выразиться, осовременивается. Тачки соприкосновения. А теперь поговорим о том, как талантливые люди смогли сделать национальный костюм современной одеждой. Работы студии Самус Эли Первели, одеяние первое в дословном переводе, где группа талантливых художников-дизайнеров воссоздала грузинское национальное платье, основываясь на драгоценных экспонатах грузинских музеев, архивов и частных коллекций. В Тбилиси в конце января 2011 года состоялся первый в Грузии показ грузинской национальной мужской и женской одежды. Ее представлял магазин национальной одежды Самус Эли Первели, который открылся в 2010 году. В дословном переводе это первичная одежда, саунд традиционной одежды в современном исполнении, будь то бархатная накидка, катеби или платье в пол с воротником, стоечкой картули. Все адаптировано к сегодняшней жизни, эту одежду можно носить, не выглядя участником фольклорного ансамбля. Кстати, любую вещь можно шить на заказ, и этой вещью может оказаться, скажем, дворянское женское платье, шелковое или атласное платье с присборенными рукавами, белая накидка с разрезными рукавами. Конечно, сложно представлять одежду, то, что визуально выглядит гораздо красивее и впечатлительнее словами, но я все-таки постаралась это сделать. И мы побеседовали с Аней Ниной, генеральным директором магазина Самус Эли Первели, и она поделилась с нами тем, как создавался этот магазин и что они сейчас делают в этом направлении, насколько это популярно среди нашего населения. Вот давайте послушаем. Здравствуйте. В основном нашими покупателями являются грузины, и это, конечно, очень приятно, что они интересуются национальной одеждой и имеют желание ее изучить. У нас работают как дизайнеры, отдельно по женской одежде и по мужской, также опытные мастера пошива национальной одежды. У нас есть мастерская по вышиванию, а также мастерская по кожаным изделиям. Тут помимо обуви и аксессуаров создаются сумки, пояса и разные детали из кожи. Очень часто костюмы шьют к свадьбе, но и многие уже заказывают нам наряды к различным семейным или значимым для них событиям. Я думаю, что это на самом деле очень интересный опыт и, по-моему, прецедент. Сейчас небольшая реклама, и через несколько минут буквально мы вернемся снова в прямой эфир. Ну что ж, мы снова в эфире, и после зажигательного абхазского танца вы, наверное, представили абхазское женское платье со шлейфом, серебряными застежками и поясом шифоновой махалухи с воротничком мапаж. Голову покрывает покрывало белого цвета и серебряный венец. В общем, я постаралась материализовать то, что я не могу представить визуально. Надеюсь, у меня это получилось. А теперь поинтересовались, носят ли ее в повседневной жизни и как к нему относятся. Для этого мы связались со студенткой, активной девушкой, представительностью гражданского общества Энджи Патарая, которую, как говорится, перехватили в Стамбуле. Поэтому не смогли связаться с ней по интернету, но лишь в социальных сетях. И я попытаюсь озвучить все, что она написала по этому поводу. У нас это тоже очень модно. Абхазы всегда очень трепетно относились к предметам национальной культуры, будь то национальные костюмы, оружия, предметы, быта и так далее. Сегодня в обществе есть огромный запрос на популяризацию ношения национальной одежды и элементов национального костюма. Например, проходят показы молодых талантливых дизайнеров, создающих стилизованные образы на основе традиционного костюма. И это, правда, пользуется огромной популярностью не только среди женской части модниц, но и мужчин. 26 июля у нас очень масштабно празднуется День национального костюма. На улицах Сухуми организующие массовые гуляния, концерты, разные стенды о культуре, готовят еду и так далее. И все желающие приходят наряженные в национальной одежде. Наверное, вы видели фотографии, их много в интернете. Многие также при выборе свадебной одежды отдают предпочтение национальному костюму или классической версии, или стилизованной. Мне кажется, это чудесно. Нет ничего красивее и приятнее, чем девушка и парень в национальных костюмах. Ведь тогда они очень естественные. Тогда они могут быть собой, как мне кажется. Это как вторая кожа, а роднее ее нет. Я, например, зимой ношу башлык. Это один из предметов национальной одежды. И мне в нем очень комфортно и дома, и за границей. На нем нет никакой марки, и я не чувствую, что завишу от моды. Я независима индивидуально, и мне думается, ношение национального костюма делает нас счастливее. Особенно в глобальном мире, где все смешалось в одну кучу. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атенат. В понедельник, среду и пятницу. 16.16. Субтитры создавал DimaTorzok